Всем привет, всем здравствуйте! Посидим, поговорим, повяжем. Девчата, сначала вопрос к вам. Как вы справляетесь с прической в зимнее время, когда нужно носить шапку? Я не могу. Вроде так, че-че-че, и потом вот, недавно ролик снимала, смотрю, потом, ну ж перезаписывать не стала, как-то так вот боком мелькну, или вот так вот там. Меня там, знаете, свобода попугает, потом думаю, ну повеселю, девчонок, ну что ж такое. Я ж люблю, чтобы все было безупречно, а? Ох уж эти шапочки. Ну зато тепло, зато тепло. Болеть сейчас, конечно же, не время. Я сейчас вам покажу две готовые работы, три, носок левый, носок правый и джемпер. Три готовых работы и совершенно не покажу процесса, потому что сегодня у меня так, обычно нет готовых одних процессов, а сегодня вот маленькое новогоднее чудо. Кстати, до Нового года осталось так мало, да, и мы начинаем уже отсчитывать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ура, Новый год. Все, в кучу собрала. Начинаю по порядку. Предупреждаю, носки. Это мы сейчас дадим две секундочки всем нежелающим смотреть на них уйти и продолжим. Кстати, до Нового года у меня, наверное, только будут носки. Теперь я буду продвигать свой джилет, джилет из джилонга. Мне очень хочется к итогам декабря. Сколько у меня там денечков? Еще несколько. Ну, это меньше недели. Так-то неделя, но ролик-то выходит на день позже. Меньше-меньше недели. Мне надо пораньше в этот раз снять. Ну, в общем-то, 30 рядов надо ворота. И, конечно же, уставая от джилета, я буду вязать носочки и показывать. А может быть, у меня останется только джилет и носки, потому что я надумала тут... Ну, я надумала два варианта. Или носки на тонких спицах, и тогда это... Здравствуй, 2024. Хочу на двоечке связать носки себе. Сегодня хочу, завтра не знаю. А еще хочу связать каляки-маляки носки. Вот каляки-маляки начну. Я передаю огромный привет зрительнице, которая написала... Девочки, это неплохой комментарий. Прям прошопить там Тань. Какой уникатив? Смотрите. Она, знаете, прям такой был призыв. Вяжет какие-то каляки-маляки, а мы, говорит, на это все смотрим, а она деньги зарабатывает. Где она? Вестиментрительница. Это я, в смысле. И я думаю... Знаете, я увидела только одно. Каляки-маляки. Думаю, как назвать носочки? Мне же там и радугу предлагали. Еще не помню. Девочки, ну когда каляки-маляки я увидела, там какие радуги? Все. Я возьму цвет, я сейчас покажу вам эту идею и буду все остатки... Тык-тык-тык-тык-тык. Каляки-маляки. Ну, можно ли придумать название лучше? Мой добрый зритель, миленький, хорошенький. Я не знаю, что ты хотела этим сказать, но огромное спасибо тебе за название. Все в плюс, все в дело, все в позитив. Итак, готовая работа. Девчонки, я вам сейчас их покажу, закрывая пуговицы руками. Видите, пуговицы я их так вот сейчас закрою. Вот видите, пуговицы? Я их сейчас закрою. И покажу вам, какими они виделись мне, когда уже стали готовы. Пока были в процессе, я вам пуговицы показывала. Причем, россыпь пуговиц на этом зеленом хе. А потом я вот так вот связала красноголовики. Вышила. Девочки, правильно называю? Я все помню, красноголовка или красноголовики? Все, что поправите. Ой, какие грибочки. У нас там растут, у нас там растут, у нас красноголовки называются такие-то. И все. И вы знаете, что еще нужно? Прелесть. По мне так прелесть. Носочки. Но я ж помню, что когда ура, клюквы. Да, я там рассыпала пуговицы по зеленому. Я говорю, все, клюквы будет. Пообещала, надо выполнять. Я думаю, а у меня еще есть пуговицы, кстати. Когда они разбросаны, по всему лучше. Но когда нет грибов. Когда есть грибы и здесь разбросаны. Как-то хочется разбросать себе пуговицы на один носок. Я же остатки пуговиц убираю. Они хорошие. Они какие новогодние ягодки. У кого клюква, у кого... Ой, Юрга, Юрга, Юрга. Не, 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 не мою. Какая-то хорошая ягодка короткая называется. Юрга, по-моему. Я просвещаюсь. Здесь еще про тукан вспомнил, про ягоды. И я говорю, спрашиваю, кому вяжу носки. Давай я себе на одном носке разбросаю. Прям ягоды-ягоды, а на другом будут грибочки. Вот только не так стройненько. А вот ягоды-ягоды. Грибов нет. Здесь грибы, здесь ягод нет. Нет. У меня есть еще. Можно... Ну, тогда, когда отворачивать будешь носки, ягоды... Ой, ягоды. Ну, да. Ягоды с ягодами будут целоваться. Пуговицы с пуговицами встречаться. И, может быть, здесь хотя нет. Вот все хорошо. Она, когда я вот это показала, она оставит. Я говорю, я покажу девочкам. Обещал же клюкву при это пришить. Я ее пришью. А когда тебе давать, говорю, я эту беру. Потому что перебор. Вот по мне перебор. Она говорит, я тебе уберу. Я тебя уберу. Давай, говорю, на одном грибы уберу. Будут ягоды. С пуговицами. Еще там осталось немножко розицы. Вот. Она даже если... Она немножко сама вяжет. Она даже если ряд вяжет какой-то неправильно. Распустите рядочек. Ладно, там ты заметил, когда уже изделие. Не за что. Чтоб ягод распускала то, что я вязала. И так же мне. Потом я ее отдам. А дальше пусть все что хочет, то и делает. Вот. Но такие носочки я хочу повторить. Потому что мне нравилось. Вышила. Девочки. Видите? Как-то у меня грибы вышиваются с трудом. Такие боровички на толстой ножке. В общем. Носки выглядят вот так. Называются они грибы да я... Лес грибы. Мох. Грибы да ягоды. А можно сокращенно. Грибы да ягоды. Но ягоды. Мох. Видите? Во мху. Все это. Пришивала я такой же зеленой ниточкой. Поэтому с этой стороны можно спокойно делать отвороты. Никто не заметит. Где это вот? Лесой, хотел сказать. Козой. Ангорской козой я пришивала. Значит. Что здесь за нитки? Я вам уже рассказывала. Здесь ангорская коза и накобока зеленого цвета. Брала я в магазине Дель у Эльвиры. Вот уж она все подберет. Я как-то выбрала зеленую. Не тот она Танечку. Вот по-моему артисан что ли я выбирала. Альза супер артисан. Он хуже. Вот Альза накобока лучше. Думаю давай я накобока заодно попробую. Но я могу говорить о пряже. Хороша она или плоха. Нравится она или не нравится. Когда я ее вижу одну. На двоечке. В общем. Поэтому я не могу сказать. Понравилось мне все Таня. Вот давай попробуй. Скажи. Я не могу сказать ничего о накобоку. Потому что я с Махером ее соединяла. С Козой с Ангорской. В общем. Мухлю ее. Чтобы либо толстые спицы были. Вот. Это паголинок. А здесь у меня Альза супервош бежевого цвета. Махер липа. Тоненький. Зелененький. Он прям чу-чу зелень дает. Но дает. Так а что еще-то? А. Супервош бежевого цвета. Супервош серого цвета. И вот махерчик. Так что вот так. Пяточка у меня. Платочной гладью. И всего у меня здесь 20 плюс 20, 40 петель. И вот на стопе, которая лицом идет, у меня две лицевых, две изнаночных. Все остальное лицевые. И здесь тоже две лицевых, две изнаночных. Вот такая. Поле я оставила для грибочков. В общем, мне кажется, ягодки лишние. А чумачечие не каждый воспринимает. Или я ее перекормила чумачечие. Нет, она очень любит чумачечие хозяйчика. Это нас очень. Вот. Я бы все-таки оставила на одном грибочке, на другом ягодке. А дружными рядами, только потому что, когда разбросано, что-то какой-то перебор-переборович. А здесь вроде как пуговицы. Ну, здесь грибы выросли, а здесь просто пуговики так вот застегнуты носочки. Ой, я пришила так слабенько, чтобы она согласила, что я их уберу после показа фигушки. Ну, пусть сама пришивайте. Еще пуговицы пришивать я буду. Вот. Слушайте, а ничего. А я ничего так. Что-то я бочку-то качу. На москита. Вроде ничего. В общем, очередные носочки готовы. И прям очень скоро я скажу, какие я начну. Или на двоечке. Тань, давай с Новым годом. Ну, прям с Новым годом на двоечке начинать. Пусть. Я знаю, что на двоечке я не движу. Они так и останутся. А каляки-маляки возможно. Вы знаете, что пять спиц для меня, это сразу, значит, возможность связать на два носка одновременно. Потому что у меня петли на двух спицах у одного носка, петли на двух спицах у другого носка. А эта, прыгает рабочая, это здорово. Вот такая пряжа. А, она там в мандаринах спряталась. У меня вот остаточки. Мне кажется, хватит носки. Не хватит. Мысок другим. Вот такого цвета, прям великолепного. У меня как-то, я раз покупала, у львира осталась. И сейчас покупала, носки вязала, вязала, у меня осталось. Вот у меня как бы основа будет для одного и для второго носка, для правого и для левого. А к этой пряже будет присоединяться, ой, чего только не будет. Причем здесь я не буду искать одной толщины. То есть, вот у меня лежит, например, остаток. Я даже про него забыла. Я его разделю на, мне казалось, что серый, это ведь махер на шелке. И вот такая у меня есть супервожка, остаток, но он меньше. А может быть, вот на мысок оставить. То есть, так, я хочу, раз коляки-маляки, мы не будем смотреть на цвет вообще. В общем, благодаря теперь весам, я же теперь вообще крутышка, разделю. Эти-то у меня болванки две, они примерно одинаковые. Все, заготовка есть, направо и налево. И вот я к ним, по ходу дела, буду присоединять. Вот этот цвет приме, а может даже не обязательно, вот прям грамм в грамм, на глазок, по старинке. Как будто у меня весов нет. Разделю. И, может, даже на четыре части, чтобы попался этот цвет, допустим, вверх носка и вниз. То есть, две части, два суперкрохотных мотка на один носок, два суперкрохотных мотка на другой носок. Девчонки, как пойдет? Я просто сейчас боюсь, что я возьму, у меня, я взяла большие остатки, честное слово. Вот коза у меня ангорская, может оставить ее для вышивки. Но где-то она мелькнет, здесь даже я разделять не буду. Рядов пять свяжу на одном носке, рядов пять на другом носке. Конечно, коза, она толще, чем махер на шелке. Ну и пусть. Вот этого махера у меня много, он, может быть, это будет тоже разделю на две части. Ой, вот облужка. Вообще, одним словом, так, это даже не махер, это я взяла, типа, как махер показать. Я сейчас махер не взяла, которых у меня буквально по несколько метров. Голубенькие у меня прям там, я как-то так вот на пальцы намотала. Два рядочка, да ладно. В общем, вот на этой основе у меня будут идти какие-то махеровые, козепушиные, козлиные. Козовские, козли, коза, козел, козлиные, а коза, козиные. Мотивы. Полоской больше, полоской меньше, они будут примерно одинаковы. Но если я провязал, допустим, этим махером на одном носке 12 рядов, а на другом 10, я пусть, значит, каким-то другим цветом больше-меньше. Но общее количество рядов, естественно, я не зарекаюсь, конечно, но очень постараюсь, чтобы был примерно одинаковым. В общем, вот эти каляки-маляки, у меня уйдут все остатки, так махерщик набирается-набирается, а потом уходит. Это здорово. Основа одна. А как уж приляпываться будет. Я сейчас еще не взяла, у меня пушинка троицкая. У меня чуть-чуть есть даже, вот, наверное, козий пух от пихорки я ставлю на вышивку. Там вот, ну, совсем чуть-чуть. И вот, например, ножки гриба, да, куда я делаю? А, вот тут. Беленьким козьим пухом. Он ложится лучше, чем он немножко открасил. Вот этот неопознанный объект красный он покрасил. И вот, вы знаете, я не могу описать, как здорово ложатся, когда натуральная шерсть, как здорово ей вышивать. Она такая послушная-послушная. А после вот стирки, да, я не отпариваю, можно и отпарить. Просто я очень хорошо пришмякиваю, пришлепываю. Ну, всё, уже просто, вы знаете, как бы зацементировано, что ли, это... Варежки. Чем не варежки? А что-то косо. Есть анекдот. По-мордовски же косо, это где, по-моему, да? Я там, Марин, приехала в Москву, спрашивала. Муниционера. Вокзал косо? Да вроде не косо, вроде прямо. Так. А если косо, как выросли, так выросли. В общем-то, это ягодки. Чуть, мне что-то как-то прям нравится и нравится всё больше. Может, правда, у меня ещё там сколько пуговиц-то. Сюда. Таня начала с того, что сказала, носки с перебором покажет ягоды и уберёт. А заканчивает тем, что ещё нашьёт ягоды. А такие мы женщины непостоянные. Значит, про каляки-маляки рассказала. Или их начну, или... Ой, обложка какая хорошая. Или их начну, или на тонких спицах. Говорю, мне прям страшно. Нет. Мне надо сначала привыкнуть к тому, что я решилась на двоечке сядать себе носки. А почему я не взяла? Отложила, в общем-то, рыженький цвет и отложила серый. Должно хватить. Там не полный моток, а там не полный моток. Я взяла полмотка, не полмотка. Так, теперь фанфары. Фанфары я довязала в джемпер. Надо было... Вот дурак, надо было просто вам сказать, что джемпер довязан, и он в это время уже бы кайфовал. В замочке надо чуть-чуть привыкать. Ну и ладно. Я не знаю, успею... Мне самое главное довязать, и не довязала бы ничего страшного. Успею я о нём рассказать или не успею в этот год, но потом я расскажу. Есть у меня джемпер хлопковый, абсолютно, с такой же горловиной, ну вот просто абсолютно, голубенький, который я в этот год в переделке надвозила и немножко довязывала длину. Там единственное изначальное количество петель, чуть побольше. А сколько здесь? Надо записывать. Девочки, надо как-то хотя бы месяц, что ли, на следующий год быть правильной вязальщицей, всё записывать. И дальше всё пошло. В каждом втором, в каждом третьем прибавки туда и сюда, и какая-то часть, очень частые прибавки в корпус и отсутствие прибавок на рукавах. В общем-то, сюда, говорит, мережка ни к чему, одна женщина написала. Девочки, ну ни к чему не вяжем, к чему вяжем, какая разница. В общем-то, всё готово, мне надо постирать. Вчера мерила, взяла и приложила образец. Ну, просто, чтобы я люблю влюбоваться, как образец отличается от бобиной пряжи, есть бобиной пряжа. И мне что-то так захотелось карманом это приделать. Нет, всё-таки мушка, зимушка. Мало того, махер от рукавов, значит, отстал. И с такими простыми рукавами я возилась очень долго, только потому, что не могла понять, не надо мне было, как я люблю, зауживать, не надо мне было фонариком. Мне нужно было просто рукава простые. Так что я связала, посмотрю. Махер пока не отрицаю, вот эти вот выглядывалки. Но это может быть когда-нибудь. Сейчас простейший джемперок и такое ощущение, что он у меня лет сто уже в гардеробчике. Пряжа осталась. Я когда-нибудь привыкну к расходу бобиной пряжи. Мне кажется, никогда. Так, я не взвесила, а сейчас уже не пройду на кухню. Я обязательно скажу. Мне даже самое интересное взвесить до ВТО и после ВТО. Я всё продолжаю познавать бобинную пряжу. Она раскрывает свои, в общем-то, тайны. Я так думала, что на рукавовочке, ну ладно, три четверти и хорошо. Потому что здесь, если вдруг они подсядут или подпрыгнут или что-то, да, есть возможность ещё подвязать. И это здорово. В общем, пряжу я пока оставляю. Пряжа мне очень понравилась. Очень понравилась. На всякий случай скажу, что это Зинья Баруфа. 380 метров на 100 грамм. 440 метров не ушло. Вот 400 метров. Грамм. 440 грамм у меня этой пряжи было. Есть отдельный ролик, где образец. Я сейчас его тоже не взяла. Но в ролике про джемпер я всё покажу. Ангора 17, Мерино 45. Хлопок 35, ПА3. Она хоть немножечко покалывает капельку, но образец уже покалывает меньше. Тем не менее, она такая вот, знаете, ну бывает вот пряжа, ну классная. Видно, что полотно такое вот после стирки. От классной пряжи. Мне очень понравилась. И я уже привыкла, что 500 грамм плюс сколько на меня. А вот бобинная пряжа, она как бы всё это рушит. 500 грамм минус. Бывало, что и 300 грамм, смотря какая пряжа. Вот, например, бенгал. Ждёт. Она мягкая. Она совершенно не колется. Я обязательно что-то свяжу там. Мне кажется, расход. Я так думаю. Я так думаю. Вообще, изумительно. Скажу, сколько ушло. Но было 440. Меньше, чем 440. С учётом того, что сейчас связан образец. В общем, первым делом, что я пойду сделаю, когда скажу вам до свидания, это замочу джемпер. Ну пусть он два дня сохнет. Я сейчас ничего не планирую. Мне сейчас кое-что нужно сделать перед Новым годом. Поэтому, что успею, то успею. Там ещё, может быть, обзорное видео будет. Хотя-то я получила сообщение, что в связи с большим количеством заказов вылет задерживается. Отправление. Отправка посылки. Ну, посмотрим. Вот всё. Как будет идти, так будет идти. Я сейчас культурненько сажусь на носки. Ещё раз спасибо за каляки-маляки, мой добрый зритель. Я не знаю, в какое место вы хотели меня тронуть и задеть, но вы мне так помогли. И, кстати, каляки-маляки можно даже целую серию создать носочно. Ну, не знаю. Мне тут говорят, Таня, давайте 12 месяцев свяжем. Девчата, мне кажется, кто вяжет из девчонок носочные коробочки, носочные корзиночки, носочные чего-то. То есть минимум в месяц по паре. Была уже такая тема, что вот, ну, нет, где-то тематически, кто этот СП, совместный проект этот, да, СП, замутил, можно так сказать, тот и пляшет и танцует. То есть он даёт задание. В этот месяц у нас там, я не знаю, с вышивкой носки. В этот месяц у нас, что я там помню, мужские носки. В этот месяц у нас обязательно... Что придумать? Я не знаю, с бубенчиком, с колокольчиком носки. По-моему, я где-то видела, чтобы носочки января, они как-то ассоциативно были связаны с январем. Носочки февраля, с февралем и так далее. Зачем нам повторяться? Мы вон придумаем свои сугревики. У кого? Сон. Всю осень. Опять, вроде не целовалась с козой. Как только козу в руки берут, у нас какой-то тантрический поцелуй. Я вся в меху, в мехе, в козе. Значит, я до сих пор от слова сон, носки с сентября, октября, ноября... Даже мысль, да? Я, наверное, следующую осенью загадывать, конечно, кто знает. Потому что такое тут нам придумают. Но, тем не менее, можно еще осенний сон такого-то года, да? Осенний сон такого-то года. Вот сейчас сугревики, сугревушки зимние. Ну, даже вот вяжешь и понимаешь, что ты вяжешь сугревушки. И так хорошо, и так хорошо. В общем-то, слов нет. Как хорошо. 12 месяцев. Неплохо. Девочки, а вы загадывайте вот себе все, что угодно. У меня, Таня, знаете, какая красота кавказских гор? Нужно съедать носки кавказских гор, где там пейзаж показала. Пейзаж очень... Я из остатков сотворила. Каляки-маляки какие-то. Это еще начало сна. Как мне это слово нравится. Вот. И мне прям пейзаж показали, что... Вот смотри. Небо, поле. Зритель, ты у меня вообще творец творческий. Из всех творцов. И кто-то кавказские гор надо связать. Приезжайте нам туда. У нас так красиво. Вот прям носки захочется сразу из этого пейзажа. Кто-то мне, значит, говорит, Таня, снегирей не хватает. Понимаете? Кто-то синичек. Наверное, как тукан увидели, да? Я сейчас уже не взяла. Черные носки с оранжевым и зеленым. Таня, снегирь, ну, зима, в общем-то. Девочки, у меня рук столько нет. Ну, пишите, вы пишите, потому что-то прочитать точно. Вот у меня лежит черная пряжица, да? И там немножечко серая для брюшка. И красненькая. Ну, ведь снегирь, снегирь, как белый пуговец с пришпандорем, типа глаз. А белый пуговец с черным пришьем. Вот глаз, как глаз. Даже прям вот выразительный. Это здорово. Это очень-очень хорошо. Поэтому я, наверное, все это связать не смогу. Вот видите, какие снегири, какие кавказские горы, когда каляки-маляки тут на подходе. А уж эти тонкие спицы, я не знаю, прям это... Для меня это будет нечто. В декабре начну этого года. В декабре следующего закончу. Фу! Девочки, если пойдет двоечки. Когда я вязала на двоечки? На, какие-то детские носки. Какие-то детские носки я вязала. Да что ж я такая прям вот... Я около себя держу телефон, только чтобы читать ваши вопросы. К которым мы, кстати, и переходим. Так, в общем, я предупредила. Жаль, что теперь носки и джилет. Все. Больше ничего не будет до конца этого года. А, первый вопрос не вопрос, а, значит, просьба. Таня, скажите всем девочкам... А, по-моему, мы об этом и говорили. Ну, ладно. Таня, скажите, пожалуйста, всем девчатам, кто любит и... Взбивает меня в смысле. Кто любит делать рыбу под шубой на новогодний стол или просто так? А рыбу под шубой не с простой селедкой, а с копченой, можно даже с кумбрией в скобках, это что-то с чем-то. Девочки, мы как-то на прямой эфир. Я, кстати, спрашиваю, когда я буду решаться на прямые эфиры. А с YouTube сейчас не выходить, только в кон... Я вообще с контактом не дружу. Я выясню этот вопрос. Надо. Надо решаться, что и говорить. В общем-то... Я не буду обещать, но надо. Я уже очень давно не выходила. На это всё надо, знаете, вот чтобы так как это... организм попросил быть к этому готова. Я сейчас как-то живу в режиме какой-то энергоэкономии. Я сейчас отвечаю на следующий вопрос, об этом чуть подробнее затрону. Девочки, я вам говорю, что Светлана... Светлана говорит попробовать в маленьком блюдце, не в большом, значит, не в большой тарелке, как мы это привыкли, не с просто селёдочкой, а с копченой. И я уверена, что кто-то это... Потому что то ли мы об этом говорили, то ли я это видела среди рецептов. YouTube же сейчас откроет интернет и всё. Но огромное спасибо. Я вашу просьбу передала перед новогодним столом. Это будет актуально. Может быть, кто-то слышит об этом впервые. То есть даже те, кто не любил селёдку под шубой, как-то по-другому стали относиться. А те, кто любил, и споры, говорит, в семье вызвало, что вкуснее. А я видела, по-моему, не слышала, а видела, как кулинарный блогер, я уже не знаю, какой уж, но ты что скуколет на YouTube, да, посмотришь, где там себе отметишь. И ладно. Она использовала и селёдочку, обычную, традиционную солёную и копчёную рыбку. Какую, не помню. Не скумбрия ли это была. Поэтому и селёдка под шубой, а именно рыбы под шубой. Вот. И рекомендовала. Вот здесь, мне кажется, самое главное. Она как-то так вот... Ну, это когда блогер же понимает, что эстетика на первом месте. Вот она даже селёдку не показывала, по-моему, как резала. Хотя тоже там можно такие вот серенькие переливашки перламутровые заснять красиво. А вот в скумбрии это такие были куски. Какой-то вот части особенной рыбы. Это так всё было аппетитно. Конечно, свеженькая, красивенькая. Здорово. Я передала. И вот ещё один вопрос. Не могу прочитать ещё ни от кого. Украшаю ли я к Новому году дом-жилище? И тут комплимент с вашим вкусом. В общем-то, это было бы хорошо. Девочки, эх, спросили бы у меня несколько лет назад. Для меня, вы знаете, я еле-еле ждала 1 декабря, потому что 1 декабря за 30 дней кто-то ещё... А я люблю украшения, и оно мне... Я вдыхаю его. Именно перед Новым годом. 1 января мне уже не нужно ничего. И вот, всё, Новый год наступил. Вот что за натурой, я не знаю, но вот этот месяц, да, я любовалась. Ой, запылиться, пусть что угодно делать. Очень много лет, очень много лет подряд, 1 декабря я традиционно наряжала ёлку. И, конечно, каждый раз хотелось как-то по-другому, да. Сегодня там только красные шары, завтра разноцветные, потом только жёлтые и так далее. Ну, конечно, советовалась сынулькой, безусловно. Для меня украшение это было само собой разумеющимся. Потом, когда наступили времена болезни родителей, в какое-то время я старалась, держалась, да, даже наряжала два дома. Они предпочитали маленькую ёлочку, но я всё равно где-то что-то как-то, чтобы аромат Нового года присутствовал. Не только там, где стоит ёлочка, но ещё что-то. Ну, старалась. И тоже мне было в удовольствие, этого требовал организм. И тогда я могла разужать, ну, как это так на Новый год не наряжать помещение? Обязательно же раз в году это ждём. Имеет место такое утверждение, поэтому я не обижаюсь на тех, кто вот, я иногда читаю в комментариях, не обязательно себя под видео, да, если человек сказал, что он не наряжает, нет у него такой потребности, или там где-то не хочется, как угодно, да, начинаются вот эти вот умные паучи, ну, как это так, это вот нельзя, это можно. Я всегда к этим комментариям спокойно отношусь. Имеет право человек, да, вы думаете, конечно, конечно. Имеет ли право навязывать? Ну, это уже, знаете, тема совершенно другого разговора. Просто я сейчас нахожусь на том этапе возрождения, наверное. У меня нет потребности в том, чтобы нарядить, как это было раньше. Я так же рассуждала, как это может, как это что. В прошлый год, это как раз завершался год ухода мамы, я, по-моему, вообще не наряжала. Хотя, вот начинала я YouTube, да, у меня стояла ёлка, она больше меня, выше меня, шире меня, во всех отношениях. Ой, ё, уносить, это потом по лестнице там иголки собирать, аж дома, это я вообще молчу, дома-то я уберу, у меня самое главное в подъезде. Это такой запах соснового леса, то есть была центральная красавица, и очень много-много-много точек разных, что-то на кухонке, обязательно что-то в коридоре. Я не могу сейчас прикрываться, вот там сказать, там, трауром, еще, кто-то мечтал, может быть, даже дернуть, писать маме, было бы приятно, если бы нарядили. Я все понимаю, я поэтому не говорю, что нельзя мне было наряжать, это было такое-то вот. Нет, у меня не было потребности, у меня не было потребности. Мой организм, видимо, так выдохся, не хочу углубляться в дебри, просто кто знает, что такое прогрессирующая деменция, тот сейчас молча скажет Таня. А кто не знает, и не знать бы вам сто лет, вот не знать бы. Поэтому организм настолько растрепался, что ли, я не знаю, как это сказать, я не показывала вида, я не прерывала работу на канале, что, вы знаете, не прислушиваться к нему, я рада, что пусть там на шестом десятке, но я научилась прислушиваться к организму. И в прошлый год я не наряжала, не потому, что там нельзя, да как это мне, и мама была бы рада, это всё, если у меня была такая потребность, меня бы не остановил никто, даже тысячи нельзя. У меня не было такой потребности. У меня как бы включился этот механизм энергосбережения и механизм восстановления. И я уважаю потребности организма, кто бы что ни говорил, так нельзя, надо так, надо так, вот надо, делайте. Мне правда никто ничего не сказал, это я уже опережаю, вот знаете, возможные комментарии, которые наоборот, Таня, вот когда украшаешь, мыслями уходишь, отвлекаешься, мы все разные девочки, у кого-то действительно так, и я не буду спорить, совершенно не буду. Но сколько раз по жизни, почему я раньше не научилась уважать организм, сколько раз по жизни я его не слушала, он прям просит отдохни, нет, вот домой, пятое окно, а почему вы завтра, а не знаю, вы знаете, потом уже и возраст на башке бьет, я же раньше могла вымыть все окна у мамы, надо пройти домой, ну уж, пусть это будет день уборки, к Пасхе я сейчас тоже наведу, вот зато уж потом, вот ничего подобного, сейчас хочу, мою, не хочу, да провались все пропады. Вот, и что касается украшения комнаты, я нахожусь, в тот год вообще прям, хорошо, есть прогресс, если бы наоборот, ничего не хотелось, не хотели, здесь уже нужно было бы мне поработать над собой, самой или там с помощью кого-то, я сейчас возрождаюсь, это явно, это явно, потому что в этот год я такие, знаете, вот один букет я показать не могу, он прям к розетке, но они вазочки с букетами, не то, что я там пошла, где елки продают и наломанные какие-то, как это обычно, нет, я прям купила букеты, сосновые, еловые и так далее, у меня вот очень скромные букеты, на кухне, в комнате и в коридоре, вот один из них притащила в мамином графине, который такой переносной, кроме того, кроме того, я не знаю, почему я сделала в том году, ну, понимаете, я говорю, значит, не было мысли еще что-то, я избавилась от всех елок, у меня были и маленькие елочки, и большая елка, я избавилась от всех игрушек, за исключением тех, которые у меня связаны с положительными эмоциями, какие-то я отдала просто так, в добрые руки, какие-то я продала за бесценок, вы знаете, их брали, так вот пока ты дура не передумала, потому что, ладно, там какие-то пластмашки, да, это были стекло, это было игрушки, ой, мне так надо, это, Тань, ты пожрешь, ничего не пожелее, вообще мне, в принципе, ни о чем не жалеть, и это очень здорово, я все хочу возрождать заново, я оставила только, значит, игрушечку дракона, это тоже стекло, и игрушечку, не расходитесь один сек, не хочет выключаться, не все игрушки, елочки отдали, значит, вот этот динозаврик, ему 12 лет, по-моему, 12 лет назад, я покупала, и смотрю, у нас в магазине игрушек, кристалл, сейчас они есть, но они какие-то другого цвета, зеленые, какие-то, какая-то агрессивная, может быть, он уже подтускнел, подсдулся, я не знаю, но вот тут спокойненький, вот в этой он коробочке, я его оставила, и потому что будут динозавры, и потому что очень хорошая ассоциация, мне не отдала я мышу, это все стекло, это Москва, по-моему, ой, елочек украшения и мышка, да, московская область, елочка, вот это игрушки, которые с пластиками не сравнятся, в общем-то, которые, как вино, с каждым годом будут только, это около 20 лет мышки, ну, все, что связано с мышками, с мышатами, у меня свои, в общем-то, основания это держать, тоже приятная ассоциация, замечательная, вот эта мышка, когда будет год мышки, вообще это прям будет прелесть, может, такие вообще фигурки, у меня как-то была идея, а потом я стала с вами фигурки, вот не нашла, например, я такое стекло, я какую-нибудь плоскую, там, год коня, год быка, был нарисован на шарике, я сейчас тоже детям купила на шарике дракошку нарисованного, это самое, подарок, может быть, именно фигурки, не знаю, у меня сейчас, говорю, идет какое-то возрождение, и я ставила те игрушки, которые мне нравятся, вот эту игрушку подарила мне, букетик отдал, на одном букетике, вот видите, висит дракоши, на другом букетике, вот такой, назовешь Дед Мороз, Санта Клаус, назовешь Санта Клаус, Дед Мороз, Анечка из Испании, мне дарила, очень бережно храню, мешочки от Нового года до Нового года, собираю, веночками я не украшаю, хотя тут очень хорошо подошел бы на веночек, так, там еще одна игрушечка, очень похожая, просто в ветках запуталась, если брать, то там потянется, от Ирочки Брандт, вот такое чудо, вышел, вот, нам пряжу говорим, это ручная работа, это прелесть прелестная, как-то я смотрела ролик Ирочки Брандт, она показывает осельскую Швецию, и вот так в каком-то ролике мелькнул, потом через какое-то время оказалась у меня прелесть, вот этот вот скандинавский гномик, тоже украшение моей елочки, прям радость радостная, и от Ирочки Брандт, две таких куколки, одну вот вытащил, показать, вторую не трогаю, это вот букетик, то есть просто вставляешь в букетик, и красота неимоверная, в общем, я оставила себе то, что вызывает у меня очень хорошие ассоциации, и это останется навсегда, супер-пупер игрушками, тоже стекла, там одни шары, чего стоили, я рассталась, это мой осознанный выбор, мне так надо, и когда их забирали, они, наверное, смотрели, скажут, тетка сумасшедшая, но тетка знает, что делает, поэтому, в общем-то, все в порядке, и я рада, вот такому прогрессу, да, если в прошлый год, по-моему, ничего, то сейчас, я вот так очень скромненько, да, чтобы на кухне, в комнате, в коридоре у меня были букетики, почему-то вечером аромат, я не знаю, аромат невероятный, я продумывала немножко другое украшение, но так как я уезжаю в этот Новый год, доигралась, так как я уезжаю в этот Новый год, незадолго, но до Нового года, а приезжаю после Нового года, я не стала ставить, ну, мысли-то, мысли были, я уже видела, как что, я уже приметила игрушки, которые я куплю, вот, а вдруг у меня на следующий год будут совершенно другие, так сказать, предпочтения в игрушках, и я не стала брать елку, но то, что это мысли, я пошла за елкой, я прям пошла за елкой, думаю, сейчас меня какая-то позовет, какая-то подошла, не знаю, я купила себе совершенно другие прелести, ой, да сколько, да каких, я в чем-то себе подняла настроение, я долго, наверное, отвечаю на этот вопрос, в общем, девочки, прям прекрасно осознавая, что нахожусь в режиме какого-то восстановления, в режиме какой-то энергоэкономии, только для того, чтобы все вернуть на круги своя, потому что я же живчик, я не знаю, на тот круг, может, и не вернусь, возраст берет свое, а может, и вернусь, кто ее знает, к украшению домов отношусь не просто хорошо, а открыв рот, откладывая вязание, смотрю на всех, на всех девочек, которые украшают, да, причем у кого свои дома внешние, у этого, сейчас такие возможности, огоньки, я с огромным удовольствием смотрю, подпитываюсь, вот, что касается украшений, свое жилище, я возрождаюсь, я возрождаюсь после сложнейшего, сложнейшего периода, поэтому спросили бы несколько лет назад, о, я бы как это все показала и так далее, да, ну и надеюсь, что несколько лет вперед, тоже все буду показывать и рассказывать, я рада, что я прислушиваюсь к себе, еще раз говорю, ни в коем случае, не то, что там, мне кто-то запрещает, или нельзя, все можно, и мои родители были бы только рады, но, научившись прислушиваться к себе, я делаю ровно то, что просит мой организм, поэтому, я проще, наверное, не могла ответить на вопрос, я иду даже не просто в гору, я сейчас в плане украшений, жилища и все такого прочего, и, наверное, из пункта А в пункт Б, навстречу красоте, навстречу вот раскрытию, как вы говорите, Таня, там, спасибо, кстати, огромное, я учусь, вот, говорите, там, вкус, с вашим творческим полетом, вот, когда потребностей нет, и заставишь сейчас себя, никакой вкус, никакой творческий полет, это будет вот, даже украшение ёлки будет каляки-маляки, но если носки я хочу, каляки-маляки, да, то ёлку я каляки-маляки не хочу, мне хочется, чтобы там всё было гармонично, и неважно, там, в одном цвете игрушки, или в форме ёлки необычной, сейчас весь ой-ой-ой, ёлка только с чего не делают, когда есть потребность, тогда всё сложится, как сложится, как ты хочешь, в рамках твоих, конечно, возможностей, а когда потребности организма нет, всё будет не очень, поэтому у меня вот, я рада потребности, прям такой живенькой потребности, пока простых, натуральных букетиков сосновых, я уверена, что чем дальше, тем больше, и зная, что я попаду, буду встречать Новый год в месте, где наряжена шикарная ёлка, тоже какой-то вот у меня тормоз произошёл, в общем-то, а после первого января, а я вернусь после первого января, мне всё, хотя я держу ёлку, да, до старого Нового года и так далее, настроение мне создаёт исключительно до, вот такие вот особенности, куда деваться, поэтому я благодарю вас за этот комментарий, может быть лишний раз, он меня как-то вздёргает, правда, а что у тебя там со своим творческим потенциалом так сплютая, не включая его на полную катушку, я себе отвечаю на вопрос, что я его, наверное, может быть, подкапливаю, может быть, в отпуск я его отправила, может быть, на реабилитацию, может, на реставрацию, я не знаю, но он у меня есть, он никуда не ушёл, он восстанавливается, вот именно восстанавливается, обязательно год за годом будет себя проявлять, я очень-очень хочу в это верить, поэтому супер-пупер украшения нет, и оно мне сейчас не нужно, как только будет нужно, я не знаю, может с появлением внуков, может с появлением там чего-то ещё, может без появления, не знаю, но хочет организм отдохнуть и набраться ресурсов, я им это позволяю, огромное спасибо за вопросы, девчата, кто-то пишет, вы не отвечаете на мой вопрос, девочки, я и так, и сяк, вы его лучше повторите, вместо этого гнева вы не отвечаете на мой вопрос, повторите, если он опять, он вам вообще видится глазами, потому что какие-то уходят в спам, я не знаю, когда там есть ссылка на какой-то, например, канал, когда там есть слово нехорошее, YouTube сам, такой метлой, он куда-то, но если это комментарий, как комментарий, я должна его видеть, но я не понимаю, о каком комментарии речь, или если это вопросы личного плана, я не отвечаю, совершенно ничего, поэтому вы, не гневно пишите, да, а просто повторите вопрос, может быть, другой формулировкой, он пройдет, посмотрим, все ответим, так, пойду стирать джемпер, пойду стирать джемпер, пойду гулять, и пойду, наверное, вязать, я не знаю, сегодня, представляете, джелонг продвигать, носки не вязать, носки вязать, есть что показать, но джелонг надо тоже до ума довести, такой у меня сейчас прям, большому счету, один процесс, и я буду начинать вот эти новые носочки, как-то так вот уютненько, мирненько, тихонько, мне нравится, но, но, с нового года выходим на плечевые, в месяц по одному начинать будем, как минимум, и я уже даже знаю, с каких начнем, огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель, и до новых встреч, а они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok